Спутники под угрозой. Технологии используются разные. Что ни день, то новые басни от кремлевских сказочников. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что рука западного врага посягнула на космическую безопасность России. Элиты Запада не скрывают свои цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Речь идет о неких спутниках связи, на которые, как сообщили в ведомстве, пыталась воздействовать Украина. Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Как именно российские спутники могли пострадать от действий этих иностранных специалистов, там не уточнили. Я думаю, что это попытка Кремля возложить на Украину то, в чем они сами никак не могут разобраться. Разобраться они не могут в том вопросе, как долго могут работать у них вообще спутники на орбите. Поскольку с 2014 года были введены санкции на космическую микроэлектронику, то те запасы, которые у них до этого были, этой микроэлектроники, они закончились в 2015 году. У меня дополнений на этот счет нет. Вместо деталей вражеской операции только упреки в нарушении международного права и угрозы жесткого ответа. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются. Но такое все уже слышали. Конечно, будут приняты меры, ответные меры, жесткие ответные меры. Вы узнаете о них в ближайшее время. Откуда внезапно взялась угроза космической безопасности России, непонятно. Но мотив таких вбросов прослеживается очень четко. Стратегическая цель – это создать в Украине образ террористического государства, потому что они сейчас возглавили совбез ООН, и, соответственно, они пытаются продвигать этот тензис. Главное для них, потому что, ну, это отзеркаление называется. То есть их обвиняют в терроризме. Они решили Украину обвинить в терроризме. И правда, с 1 апреля, когда и начался месяц председательства России в совбезе ООН, сообщения о террористической угрозе Украины из уст российских чиновников участились. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб. Поэтому совсем не странно, что новость об угрозе спутникам российские пропагандистские СМИ дополнили именно такими сообщениями. 4 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство посреди Европы благодаря США и Евросоюзу. И они эту тему как раз и будут педалировать для того, чтобы обвинить Украину в том, что мы нарушаем принципы вообще сотрудничества, работы в космосе в мирных целях. Потому что, смотрите, они специально привлекли внимание именно к гражданским спутникам. Да и ненавистную Кремлю площадку международного права для распространения пропагандистской ереси использовали неоднократно. Я даже не знаю, с чего начать. Список огромный. Чего только стоят многолетние мифы об украинских биолабораториях и выращиваниях в них боевых гусей и комаров. Такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Но вернемся к спутникам. Немногословное уведомление об угрозе российской космической безопасности может оказаться лишь верхушкой айсберга новой пропагандистской сказки. Пропаганда, она же имеет, она же часто работает в контексте и она разбита на несколько этапов. Возможно, что-то связанное со спутником, это тоже имеет в виду какой-то этап промежуточный, о котором мы не догадываемся, но оно имеет отношение к целостному образу пропаганды. Какая конечная цель в этой истории, не ясно. Но нападение на спутники, вероятно, могут использовать для оправдания российских проблем с космическими аппаратами. Общее состояние говорит о том, что на сегодняшний день из того заявленного количества вообще спутниковой группировки гражданского назначения, как они говорят, у них больше 100 аппаратов, реально там уже на сегодняшний день можно говорить, что в достаточно здоровом состоянии находится 45, ну, может, 50 спутников. А все остальные, они уже действительно вышли из строя, и о них не говорят, пока реально не сойдет кто-то с орбиты, а другие могут работать уже в ограниченном состоянии. Ведь на фоне успешной покупки и использования Украиной разведывательного спутника Айсай, который помогает уничтожать российские позиции, Кремль, который то и дело говорит о славном космическом прошлом, выглядит неубедительно. Ну, это фантомные боли, потому что они считают себя космической державой, да, они считают себя первопроходцами, а тут получается, что они уже давно не космическая держава и никакие уже не первопроходцы. Спутник «Космос-2555», который был запущен с помощью ракеты-носителя ангара, 29 апреля сгорел в атмосфере. Секретный российский спутник «Космос-2499» развалился на орбите, оставив облако обломков. Военный спутник РФ «Космос-2560» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Подтверждение этой теории и брифинг представителя Кремлевского МИДа Марии Захаровой, которая закончила брифинг 5 апреля темой славного космического наследия. Мы с особой гордостью всегда отмечаем, что первый пилотируемый полет за пределами Земли совершил наш соотечественник Юрий Гагарин. Он открыл космическую эру в истории человечества. А уже через несколько часов после этой бравады появилась информация об угрозе российским спутникам извне. Субтитры создавал DimaTorzok